Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 12-е упражнение по русскому языку для 4-го класса из учебника Рамзаевой. Прочитаем задание. Составь предложение и напиши текст. Давайте с вами выполним это задание. Заголовок «нефть» и посмотрим на эти слова. «Нефть землей подзалегает глубоко». Получается предложение «нефть залегает глубоко под землей». Бурят в рабочей земле скважины. Рабочие бурят в земле скважины. Третье. В скважины вставляют они трубы. Они вставляют скважины трубы. Четвертое. По поднимается трубам нефть из-под земли. Из-под земли по трубам поднимается нефть. Пятое. Ее от очищают примесей и отправляют по нефтепроводу заводы на. Ее очищают от примесей и отправляют на заводы по нефтепроводу. И шестое. Получают нефти из бензин и керосин. Из нефти получают бензин и керосин. Давайте с вами запишем текст. Нефть залегает глубоко под землей. Рабочие бурят в земле скважины. Они вставляют в скважины трубы. По трубам из-под земли поднимается нефть. Ее очищают от примесей и отправляют на заводы по нефтепроводу. Из нефти получают бензин и керосин. Вернемся к заданию. Во втором предложении подчеркни главный член. Найди в нем словосочетание. Итак, второе предложение. Рабочие бурят в земле скважины. Подлежащее рабочие. Рабочие показывает нам на предмет действия. Кто совершает действие? Отвечает на вопрос «кто что?». В данном случае «кто?». Рабочие. Подчеркиваем одной линией. Рабочие что делают? Бурят. Бурят – это сказуемое. Подчеркиваем его двумя линиями. Бурят показывает на действие, которое совершает подлежащее. И также необходимо найти словосочетание в этом предложении. Бурят что? Скважины. Главное слово «бурят» – зависимое скважины. Бурят где? В чем? В земле. Главное слово «бурят» – зависимое в земле. Значит, здесь два словосочетания. Бурят скважины и бурят в земле. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!